всем привет с вами едти в этом видео мы постараемся разобраться что делать если ваш живот напоминает футбольный мяч а объем вашей талии в обхвате более 90 сантиметров для женщин и более одного метра для мужчин возможно пришло время задумываться о вашем здоровье потому что висцеральный жир это не только некрасиво и неэстетично но и создает возможные проблемы для вашего здоровья дело в том что если вы изучите огромное количество исследований то найдете взаимосвязь между количеством висцерального жира и любыми отклонениями в здоровье в когортном исследовании 36 тысяч участников за период наблюдения в пять с половиной лет увеличение соотношения площади висцерального жира к подкожному было независимым предиктором общей смертности это говорит о том что расположение жировых отложений может быть более важным чем фактическое количество жира в организме какие меры позволят нам более усиленно сделать акцент на потери висцерального жира многие сразу же назовут этот первый пункт самый важный это нужен дефицит калорий при котором человек худеет и естественным образом теряет жир во всем своем теле только акцент мы создать как таковой не можем именно на висцеральный жир за счет ограничения калорийности то есть жир будет уходить везде в той пропорции которые заданы организмом у кого-то чуть быстрее у кого-то чуть медленнее будет уходить жир на животе в животе и так далее у кого-то конечности будут сохнуть позже у кого-то раньше мы немножко в этом плане отличаемся жировые ловушки расположены на разных местах и действительно дефицит калорий работает у нас есть исследование 2009 года в котором испытуемые 111 субъектов с ожирением за счет диеты ограниченной до 800 тысяч килокалорий в день что очень мало и я конечно же не рекомендую так сильно ограничиваться потеряли порядка 32 процентов висцерального жира для мужчин и 22 процентов для женщин что очень таки существенно как вы могли догадаться поэтому за счет дефицита калорий даже за какие-то восемь недель может уйти большое количество висцерального жира далее у нас есть еще одно исследование в котором онкологических больных переводили на особый режим питания на месяц и они потеряли от 17 до 40 процентов висцерального жира что это были за нововведения во-первых один прием пищи из трех им заменили на молочную смесь содержащую 15 грамм углеводов 22 грамма белка и 2 грамма жиров и ограничили два остальных приема пищи по 600 калорий какая диета необходима для того чтобы более акцентированно и качественно терять висцеральный жир понятное дело что нужен дефицит калорий о чем мы уже в принципе сказали но еще дополнительно стоит сделать акцент на количестве белка народе белка и на количестве кальция вот эти пункты они действительно тоже являются важными и могут коррелировать с потерей висцерального жира когда мы говорим про белок то его повышение в рационе может помочь потерять висцеральный жир например в исследовании в котором сравнивалось потребление 0,8 грамма на килограмм веса тела и 1,3 грамма на килограмм веса тела то больше висцерального жира было потеряно при большем потреблении белка поэтому его нужно потреблять больше нормы желательно как и во время похудения то есть белок прекрасно позволяет нам контролировать аппетит и он не способен практически откладываться в жир когда мы говорим про белок его качество тоже играет роль то есть тот продукт из которого в этот белок получили например при сравнении молочного белка и соевого белка большую потерю висцерального жира люди получали при потреблении именно молочного белка и кстати говоря количество кальция в продукте также коррелирует с потерей висцерального жира и в общем-то отдельно сама по себе добавка кальция также приводила к потере висцерального жира что наиболее нам может быть интересно исследование 2012 года подтверждает взаимосвязь между потреблением кальция с витамином d и потерей висцерального жира первая группа потребляла только апельсиновый сок вторая группа потребляла апельсиновый сок обогащенные кальцием в дозировке 350 миллиграмм и 100 единиц витамина d на порцию и соответственно большая потеря была обнаружена причем значительно больше в группе потребления кальция с витамином d в сравнении с обычным соком поэтому те же 350 миллиграмм кальция могут приводить к потере висцерального жира в другом исследовании также добавление кальция витамина d3 в течение 12 недель приводило к потере висцерального жира у потребителей с очень низким содержанием кальция то есть те у кого присутствует недоедание кальция вы от потребления кальция можете выиграть поэтому нужно оценивать свою диету адекватно если в ней нет кальция то кальций стоит добавить если кальция много то кальций добавлять точно не нужно кальций и витамин d дешево вы можете приобрести на сайте iherb по моему промокоду со скидкой и тем самым поможете развитию канала когда мы говорим про белковые добавки стоит упомянуть также коллаген и желатин и действительно их прием может позволить получить больше глицина который в моделях на мышах приводит к потере висцерального жира то есть в принципе пока говорить некорректно что желатин эффективнее чем обычный молочный белок да но тем не менее стоит это попробовать определенно потому что разница действительно будет иметься и возможно съесть перед сном именно желатин качественный будет полезнее чем принять порцию протеина далее уже идут пункты которые работают без дефицита калорий то есть нам это гораздо интереснее потому что ну понятное дело нужно похудеть да и в принципе если бы вы задавались только этим вопросом вы бы наверняка видео даже не открыли вы просто поискали как похудеть но если вы задаетесь вопросом как убрать именно висцеральный жир то скорее всего нужно делать акцент именно на эту составляющую так вот действительно физ нагрузки любой в принципе интенсивности могут влиять на потерю висцерального жира даже без дефицита калорий когда мы говорим про тренировки то силовые тренировки и с ограничением и без ограничения калорий могут влиять на висцеральный жир в лучшую сторону то есть в принципе изменения такие происходят 4 недели занятий аэробикой на велосипеде в соответствии с действующими рекомендации по физической активности значительно уменьшили объем висцеральной жировой ткани на 12 процентов и концентрацию триглицеридов печени на 21 процент то есть всего лишь достаточно было крутить педали также другое исследование показывает что физическая активность повышает потерю висцерального жира в сравнении с обычным ограничением калорий то есть это как дополнительный коэффициент к потере висцерального жира поэтому двигаться я думаю стоит и даже незначительная двигательная активность может привести к потере висцерального жира как например случае офисных работников одна группа продолжала сидеть за рабочим местом а другим поставили педальный стол можно так дословно перевести но в общем то суть в том что они ходили за рабочим местом или крутили педали что-то одно из двух по крайней мере и таким образом они также потеряли чуть больше висцерального жира чем те кто сидели хотя количество шагов у них не изменилось просто они исключили сидений своего образа жизни когда мы говорим вообще про сравнение разной интенсивности многие исследования показывают что именно высокоинтенсивный интервальный тренинг приводит к наилучшим результатам или более долгие тренировки в средне интенсивном режиме тренировки с высоким пульсом приводят к большей потере висцерального жира далее у нас есть препараты одобренные fda для похудения обзор на который я уже делал так вот среди них есть лироглутит и орлистат и у нас есть данные которые показывают что они позволяют также усилить потерю висцерального жира точнее вызывают потерю висцерального жира но стоит обратить внимание на то что их функция осуществляется через дефицит калорий прежде всего то есть их основная способность создавать дефицит калорий за счет этого теряется не только висцеральный жир но и жир по всему телу и в общем то ничего в этом удивительного нет потому что и тот и другой препарат могут вызывать потерю от 6 до 8 килограмм за год что довольно существенно и конечно же среди этого веса будет какая-то часть висцерального жира орлиста дозировки 60 миллиграмм снижал висцеральную жировую ткань и за 24 недели при этом приводил к дополнительной потере веса преимущественно потери висцерального жира происходило за счет получается недополучения калорий так как общая потеря веса для контрольной группы и для группы орлиста то также отличалась то есть те кто принимали орлистат потеряли больше веса лироглутит привел к потере висцерального жира тоже преимущественно за счет потери веса так как в группе плацебо не произошло практически снижение веса за счет того что лироглутит способен дать результат именно в похудении он также привел к большей потери висцерального жира следующий препарат, который может воздействовать на количество висцерального жира, это Телмисартан, это антигипертензивный препарат, который применяется при высоком давлении, и у людей с лишним весом, с большим количеством висцерального жира давление бывает, ну, частенько, я бы сказал. И поэтому, наверное, могло бы в какой-то степени помочь, потому что в исследованиях наблюдалось, ну, скажем так, значительное отличие в потере висцерального жира между людьми, которые применяют Телмисартан и контрольной группой. У пациентов с метаболическим синдромом и эссенциальной гипертонией, как я уже и говорил, то есть с проблемами с давлением, прием Телмисартана привел к значительной потере висцерального жира. Далее у нас терапия гормонам роста, и действительно в двух исследованиях наблюдалась взаимосвязь при длительном использовании гормона роста, полгода в одном случае и 10 месяцев в другом случае, были получены результаты изменения состава тела в лучшую сторону, то есть снизилось количество висцерального жира. В одном случае это были люди здоровые, а в другом случае это были ВИЧ-инфицированные. Так вот, в обоих случаях, в общем-то, гормон роста в дозировке 2-3 единицы в день на протяжении длительного времени привел к изменению состава тела за счет потери висцерального жира. Далее у нас есть исследование того, что полиметоксифлавон приводит к снижению висцерального жира. Действительно, за этим растительным соединением наблюдалось положительное воздействие на здоровье на различных моделях, там на грызунах, по крайней мере, и так далее. То есть, какая-то основа у этого исследования все-таки есть. Но, тем не менее, во-первых, я не знаю, где именно его приобрести. Скорее всего, это не удастся, потому что он только в Японии, я так понимаю, популярен, но, наверное, можно приобрести другие полифенольные соединения, флавоноиды и так далее. Это все можно приобрести в виде добавок, но там конкретно он отдельным пунктом выделен не будет, скорее всего. Далее у нас уже идут препараты, которые позволяют контролировать уровень сахара в крови. Самый известный из тех, которые вы наверняка знаете, это метформин. И за метформином действительно в трех исследованиях наблюдалась такая способность снижать количество висцерального жира. По сравнению с плацебо, прием метформина в течение шести месяцев оказывал сенсибилизирующее действие на инсулин и снижал вес. Преимущественно, потеря происходила за счет висцерального жира. Примерно 20% по сравнению с плацебо. То есть, очень существенное отличие. Но нужно помнить о том, что у него есть свои побочные эффекты для ЖКТ, при этом не очень приятные, но все же кому-то, может быть, он подойдет. Тем более, что если у человека еще и преддиабет, такое бывает часто тоже, когда и висцеральный жир, и плохой контроль уровня сахара в крови, то я думаю, что, наверное, метформин здесь оправдан. И в какой-то степени он может помочь сразу по двум направлениям. Далее у нас есть еще один гипогликемический препарат, это проглифлозин, который в сравнении с метформином действительно давал сопоставимую потерю висцерального жира и даже больше. То есть, если метформин снизил количество висцерального жира на 7% в рамках этого исследования, то данный препарат снизил количество висцерального жира на 10%. То есть, работал несколько даже эффективнее, чем метформин. Поэтому, опять же, для людей с преддиабетом, с плохим уровнем сахара в крови, который, точнее, плохо контролируется, я бы сказал, что, опять же, это может быть оправдано. Поговорите об этом с вашим лечащим врачом. Подводя итоги данного видео, хочу сказать, что никогда не поздно взяться за свое здоровье, потерять этот висцеральный жир, который достаточно быстро уходит на первых этапах, особенно когда вы начинаете тренироваться. И в течение 2-3 месяцев уже будут заметны изменения. Если вы просто банально ограничите калорийность, начнете заниматься спортом. Этих двух пунктов уже будет достаточно, чтобы снизить количество висцерального жира. Если еще вы будете доедать достаточное количество белка, получать его в виде белковых смесей или того же желатина, то, в принципе, скорее всего, вам не понадобится применение никаких дополнительных препаратов. А если вы хотите еще сильнее ускорить процесс и у вас слишком запущенный случай, то можно рассмотреть возможность приема дополнительных препаратов, но при этом ознакомьтесь с противопоказаниями, обсудите это с вашим лечащим врачом и не занимайтесь самодеятельностью, если не знаете, как избежать всевозможных побочных эффектов и как это на вас может отразиться. В принципе, на этом все, с вами был Ети, до новых встреч!